друзья всем привет спасибо что в очередной раз заглянули на мой канал особенно как всегда приветствую своих подписчиков в этом видео я хочу рассказать про мой сегодняшний эксперимент с электросамокатом от компании сяоми а именно про мой марш-бросок с работы домой что ж поехали ну так вот по моим предварительным прикидкам на машине дорога от работы до дома у меня примерно 15 километров примерно на это же расстояние я планировал поездку и на электросамокате вот самокат мной предварительно был полностью заряжен в процессе поездки я включил функцию бег в приложении мифит которая позволяет во-первых построить маршрут моего пути рассчитать затраченное время на дорогу среднюю скорость скорость в том числе на различных участках этого пути так эту дорогу мифит у меня разбил на 12 участков вот и он строит вот такой интересный график и дает посмотреть расширенную информацию по этой поездке так ну давайте посмотрим значит что же во-первых нам тут приложение мифит мне показала ну маршрут моей поездки я сейчас его показываю на экране выглядит он вот таким образом значит итоговое расстояние по измерению приложение мифит составила 12 целых 71 сотую километра потратил я на эту поездку 47 минут примерно средняя скорость была на протяжении всего пути примерно 16 . 34 сотых километров в час максимальную скорость на протяжении всего моего пути я развил 26 целых восемьдесят девять сотых километров в час так далее у нас идет скорость по различным участкам моего пути 13 километров в час почти 14 километров в час почти 17 километров в час 19 километров в час 11 километров в час 19 километров в час 22 километров в час 21 километров в час 12 половиной километров в час 22 километров в час 20 километров в час 18 километров в час 15 километров в час при этом конечно разное время было затрачено на разных участках общий график моей поездки выглядит вот так то есть скорость нелинейная она все-таки прыгает конечно же на светофорах приходится стоять достаточно причем долгое время естественно тут провал возникает в остальном достаточно динамично ты движешься объезжаешь прохожих многие прохожие когда их обгоняешь пугаются потому что ты проносишься с достаточно высокой скорости мимо них ну так вот проехал я почти 13 километров температура воздуха была ну я думаю где-то от 0 до плюс 2 наверное сегодня как же дела постоят у меня с аккумулятором так вот вот на этой картинке вы сейчас видите что у меня осталось еще 40 процентов заряда аккумулятора какие у меня остались впечатления вообще поездки по городу вот я проехал мимо метро савеловская мимо метро дмитровская стороне немножко от тимирязевской фанвизинской владыкина и приехал к метро от разные примерно 60 процентов пути я не хорошими словами вспоминал собянина потому что дороги очень неровные встречаются ямы какие-то выбоины на дорогах существенные даже в местах где в принципе практически никакого движения нету то есть там пешеходная зона на мосту который проходит надо железнодорожными путями и в принципе там пассажиропоток ну там вытоптать асфальт вообще невозможно просто отвратительное качество асфальта то есть ты едешь тебя вот так трясет это ужасно и вот такие впечатления примерно от 60-70 процентов дороги в части мест действительно хорошие достаточно пешеходные дорожки по ним ты едешь вообще очень комфортно тут вообще конечно же становится актуальным круиз-контроль то есть зажал кнопку самоказ запомнил твою текущую скорость дальше ты кнопку можешь отпускать и просто едешь рулишь кроме всего прочего сегодня я использовал максимальную степень рекуперации тоже в качестве эксперимента да действительно в этом режиме когда ты бросаешь курок газа самокат очень сильно тормозит да он с высокой степени и рекуперирует энергию обратно в батарею то есть и например спускаясь какого-то моста на этом режиме то есть под горку да ты достаточно можешь неплохо подзарядить батарею дополнительно в остальном же почти всю дорогу я ехал с выжатым курком практически на полной скорости да я ехал в основном режиме не в эко режиме то что расстояние было достаточно существенно и увеличивать свое время в пути не очень хотелось потому что в общем то ноябрь месяц на дворе прохладно достаточно несмотря на то что утеплен все равно конечно продувает тебе но в остальном это конечно офигенное ощущение полета когда ты свободен ты летишь как птица можешь свободно выбирать свой маршрут дополнительно я уже заказал все крепления для смартфона чтобы можно было еще более удобно пользоваться навигацией при таких поездках вот да конечно впереди зимний сезон и самокат будет просто меня стоять но все равно зима быстро пролетит а самокат уже материализовался он сейчас есть он уже никуда не денется при всем при этом еще сейчас достаточно неустойчивое положение рубля и экономисты предрекают что рублем и дальше будут проблемы он будет падать соответственно надо как-то наличность свою спасать вот покупка электросамоката для меня это в принципе один из способов для меня спасения имеющиеся наличности покупка очень рентабельного продукта это лучший продукт на рынке на данный момент по крайней мере я очень серьезно рассматривал при покупке все характеристики разных моделей я сравнивал при покупке целых три модели сначала мой выбор был между nine bottom есть вторым и xiaomi mijo m365 спустя какое-то время к этой двоицы у меня добавился kuga s3 тоже достаточно любопытный экземпляр по очень доступной цене порядка 12000 по характеристикам он практически догоняет в своих старших собратьев которых я также рассматривал для покупки но все-таки его косяки они требуют больше конечно приложение рук к самокату мне в общем то не очень хотелось этим заниматься мне хотелось уже доведенный дома аппарат на котором можно в терминах автомобиля не чтобы не я лежал под автомобилем а чтобы я на нем ездил вот поэтому мой выбор пал именно на этот самокат ну все буду наверное пока сворачиваться в общем то это пока мои все впечатления своей сегодняшней поездкой я очень доволен получил массу положительных эмоций был негатив конечно же это сторону мэрии сторону качества наших дорог и дорожек кстати им большой привет вас же я благодарю что вы досмотрели моё видео до конца моими спонсорами как всегда являются интернет-площадки алиэкспресс тимологер без мой список лучших товаров от этих спонсоров вы можете найти в описании к этому видео мы же вас вдвоем благодарим за просмотр всем счастливо пока пока не забывайте ставить лайки пока